Это я. Ну кто ты? Я первый вопрос задал, отвечай. Что еще сделать? Спляши. Ну давай, тролль, начинай свою песню. Ну я слушаю тебя, давай, что молчишь? Спишь, не спишь? Хуй сосишь, давай дальше. Проехали, дальше. Мы на этом остановимся. Все или еще что, есть вопросы? Спишь, не спишь? Неинтересно, давай дальше. Вась, ну что ты молчишь? Давай. Вася, не молчи. Не нагнетай, я пытаюсь сосредоточиться. И ново сознатачивайся. Я пытаюсь. Ну ты постарайся уже там. Ты там что, дрочишь что ли? Сейчас, подожди, я текст отрепетирую и начнем. Да, ну давай, давай. Такое ощущение, что ты там чем-то непристойным занят. Как зовут-то, давай общаться нормально. Правильно. Ты меня вообще слышишь, нет? Да, да. Ну так как тебе зовут? Давай, можешь придумать имя, чтобы мне к тебе обращаться. Ну пусть будет Лена. Лена, да. Ну, блин, Лена, у тебя что-то с голосом, Лен. Ну давай, Лена. Прикурьер. Лен, короче, давай это к сути, переходи. Ты конкретно с какой целью звонишь? Что-то сказать, спросить, посоветовать. Мы же не будем просто молчать. Должен какой-то быть интересный разговор, правильно? Ты должен прикалываться. Да, я вот сижу, мне делать нехуй. Можешь что-нибудь посоветовать? Ну, что могу посоветовать? Сейчас подумаем, как тебе заняться. Тебе сколько лет так примерно? Да, уже можно. Что можно? Всякое. Всякое, да? Что, у тебя как бы были запреты так недавно, да? А сейчас уже все можно? Да, сейчас все слетело просто в отрыв. Понятно, ну я понял, значит, молодой, да, лет так это 18, да? Ну, с хвостиком маленьким. С небольшим. Лен, так я тебе могу что посоветовать? Можно заняться спортом. Как ты на это смотришь? Положительно? Положительно. Ну, занимаешься, нет? Спеременным успехом. Понятно. Каким, если не секрет? Турнички там, брусья. Сколько раз подтягиваешься? Двадцатку, если постараешь. Ну, молодец, неплохо, нормально. Я в детском садике столько подтягивался. Ну, тогда, правда, другие времена были, тогда все столько подтягивались. Это сейчас дети дохлые, ни разу подтянуться не могут. Так, и чего? Есть какие-нибудь результаты? На грудь сколько жмешь? Ой, последний раз, что-то килограмм пятьдесят было. Я в спортзал не хожу. Плохо, плохо. Пятьдесят мы только разогревались, а так вообще от семидесяти начинали подходы делать. Ну, ладно, это как бы... Какой рост у тебя? Вес? Метр с кепкой. Ну, примерно, как я. А вес сколько? Ну, как баклажка примерно, петельного. Худой дрыщ, что ли? Ну, примерно так. Ну, понятно, почему тогда ты не можешь на грудь сжать и много подтягивайся. Понятно, ну, ладно, смотри, ну вот спортом тебе советую, но при этом нужно обязательно хорошо питаться. Твоя основная, скажем так, задача и проблема – это набор мышечной массы. Тем более, с учетом того, что ты молодой, тебе нужно много-много кушать, не вдаваться в подробности белки, жиры, углеводы, есть как можно много калорийной еды. Ну, и заниматься. И самая большая ошибка для тех, кто хочет что-то там нарастить, они очень много занимаются. Твоя задача – заниматься не чаще, чем два раза в неделю. Запомнил? Я записываю. Силовые нагрузки не чаще двух раз в неделю, иначе ничего не вырастет у тебя. Ну, вот тебе такой совет. Что я могу еще посоветовать? Какое хобби у тебя есть? Ну, кроме звонков, я понимаю, что это твое хобби. Рисовать люблю. Рисовать? Ну, тут я тебе не могу ничего посоветовать, я как бы не обладаю такими способностями. А есть результаты, которые можно посмотреть где-то? Подумал, что он пипиську зарисовал, буквально позавчера. Да? Слушай, у меня такое ощущение, что твой голос пипец знакомый. Я даже знаю, как ты выглядишь. Могли с тобой где-то видеться? Не, видеться точно не могли, но я так понимаю, у тебя есть свой YouTube-канал. Угадал? Вообще, когда-то был. Ну, когда-то был, он тебе сейчас есть. Я тебя по голосу узнал. Сейчас даже попытаюсь посмотреть, как тебя зовут. Правда, это долго будет искать. Ну, угадал я тебе или нет? Нет. Ну, ты блогер, так называемый, по просрочке, правильно? Нет. Нет? Ну, нет, конечно. Ну, ладно, будем считать, что я ошибся. Но я все равно пробью этот голос. А ты-то кто? Я кто? А ты кому звонишь? Я вообще отцу набирал. Ну, что-то смотрю, не туда он попал. Ну, тогда, в принципе, ты попал, правильно, судя. По твоему возрасту, я твой папа. А сколько лет? Ну, до хрена. О, так это много. Ну, так я же говорю, что я не мальчик уже. У меня дочке больше лет, чем тебе. Красивая? Ну, дети не бывают некрасивыми, понимаешь? Естественно, красивые. И ты для своих родителей очень красивый. А вот эти не со стороны отца? Но все равно я не могу об этом судить. Я понял. А где я могу ознакомиться? Ну, нигде не можешь ознакомиться. А соцсети какие-нибудь есть у нее? Ну, естественно, все есть. Так, вот как найти-то? Ну, какая разница, как найти? Это не имеет никакого отношения. Ну, как, ей же нужен будет муж, там, в дальнейшем дети, продолжение рода, все дела. Я думаю, в наше время в этом проблем нету. Или ты там такой прям пипец, ну, затмишь всех? Да ебать, я притягиваюсь 20 раз. Да это мало, мало. Так я только начал. Ты худой. Это неинтересно. А какой входной порог по весу? Ну, по весу не имеет значения, главное, чтобы мозги были. А мозгов-то, я понимаю, у тебя немного. Ну, надо книжки почитать. Да не в книжках дело. А в чем? Ну, вот ты что умеешь вообще? Есть конкретно, чем ты можешь гордиться, сказать, вот я вот это умею лучше всех? Есть что-нибудь такое? Задумался, да? То есть, ничего не умеешь? Это надо вдумать, подожди. Всего понемножку, это значит ничего. Есть такой момент. Я очень сильно могу людей заебывать. Вот я думаю, никто со мной так не сравнится. О, нет, я тебе сразу скажу, можешь это забыть, забудь это. Поверь мне, таких людей, которые могут, как говоришь, заебывать, очень много. И я думаю, тебе, конечно, до них еще расти, расти. Ну, как минимум, я не говорю, что я могу там сильно кого-то заебывать, но тебе до меня даже расти. Ну, это надо посмотреть, конечно. Ну, так давай проверим. Ну, все, получается, забились. Ну, что забились? Ну, ты смотри, вот давай сейчас я посмотрю твой номер. Наверняка он у тебя фейковый. Сейчас запишу. Так. Если не фейковый, я тебя прямо сейчас пробью, я тебе скажу, как тебя зовут и все остальное. Готов? А, давай. Так, сейчас, 27, 48, 9, 9, 0, 28. Просто как бы я на телефоне... Ага, ну, все понятно. Ты, скажем так, до этого твой товарищ звонил, какую-то херню мне тут нес, в итоге облажался, положил трубочку. Да, кстати, ему привет передавай, чтобы он там выздоравливал. И это... На ютубе можете уже... Он может посмотреть наш диалог с ним. Какой товарищ? Ну, который тоже из Татарстана. Вот это вот, республика Татарстан показывает номер мегафона твой. Он там кричал, что он из Хабаровска. Что-то меня постоянно перезванивал. У тебя компьютер под рукой? Ну, в целом, недалеко. Введи в ютубе, ну, или хотя бы в Яндексе, Мамаев ПРО. Ввел? Так, ввел. Нашел мой этот аккаунт? Ну, в смысле, мою страничку. Там такой черт с отпиленными рогами. А, вижу. Это фото... Вот, нафига. Заходи на эту страничку. И там вот сегодня ролик я выложил последний. Называется... Элитный тролль за пять тысяч рублей налажал и слил диалог. Это вот сегодня я с ним разговаривал. Ох, ё. А меня-то никто не записывает. Как ты думаешь? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что... Ну, да ты, блин... Ты странный человек. Я же тебе говорю, что я сейчас тебя пробью. Что ты? Где ты? Это же элементарно делается. У нас сейчас... Ну, такие времена, что я по тому его телефону могу все вычислить. Если ты хоть где-нибудь, хоть когда-нибудь засветил свою личность к этому номеру телефона, все. Тебя может спасти только вот недавно открытый номер телефона на чужое имя и фамилию. У тебя так? Или на тебя телефон оформлен? Ну, вот в этом я не уверен. В смысле, ты не знаешь, оформлял ты на себя телефон или нет? Там мне... Я просто этот телефон купил, тут симка была чата. Ее использую до сих пор. Тут пока деньги есть. Ну, вот. То есть, исходя из того, что это телефон на другого человека, да, я могу тебя сразу не пробить. Но, опять же, теоретически можно пробить тебя по месту нахождения, по тому, кого ты купил. Но это уже более сложно. Как бы я не буду этим заниматься. Если симка на тебя оформлена, то все. Это как бы ты засветился. Я найду твою фотографию, найду твои соседи. А вот я тоже пробил, и вот здесь написано. Возможные имена. Адольф, Владимир, Королева Елена, сосед, Владимир, курьер Пидор. Это где ты пробил? Что ты пробил? Глаз Бога. Голос Бога? Глаз. Глаз Бога? Да. А где пробивал? Что за страничка? Канал такой, телеграм. О, вот Фило Мамаев Владимир Владимирович. Так, это правильно. О, возможные адреса. Мурманская область. Мурманск. Так. Пока все правильно. Улица Нова, дом 66. Что-то такое. Ну, таких нету улиц. Нету таких улиц. А дом правильный? И дома нету, и улиц нету таких в городе Мурманске. Я тебе так открою секрет. Но вот потому, что ты сейчас сказал, ты много себе уже рассказал. Потому, что у меня были звонки, которые называли люди вот этот же адрес. Понимаешь? Отсюда я могу тебя завязать на тех людей. Понял. Понял, да? То есть, уже эту улицу называли. То есть, тут один, скажем так, тролль мне звонил. Пытался, так сказать, ну там, вести со мной диалог. И называл тот же самый адрес. Отсюда давай делаю вывод, что ты тролль, который обладает тоже базой данных. Данных, которая вот, ну, плохая база данных, скажем так. Несоответствует действительности. Поэтому, как бы, я тебе уже много знаю. Что ты хочешь какой-то, не знаю, там, может, контент создать, заказ отработать. Правильно? Ну, вообще, пока мимо. Мимо? Ну, тогда. Ну, хорошо. Ну, у тебя там на фоне якобы какие-то разговоры идут. То есть, ты, чтобы создать впечатление, что ты звонишь из какого-то офиса и тому подобное. Правильно? Ну, допустим. Ну, возникает вопрос. Если ты мне не хочешь впарить там какую-то услугу, там, какие-то коды получить, которые мне на телефон приходят, чтобы там украсть у меня деньги и тому подобное. Нет, все будет. До этого дойдем. А, будет, да? Ну, мы пока личностный контакт создаем. Теплые отношения. А, ну, давай. Ну, ты же сам понимаешь, я же тебе ничего не передам в любом случае. Так и не надо. Не надо? Я все сам сделаю. Ага. Ну, как в моей. Конечно, общая. Вон эти есть. Ну, я могу как-то эту базу посмотреть. Просто ради интереса. Назови, как она называется. Как ее посмотреть. Ну, она платная. А, платная. Ну, тогда платная не надо. Не, ну... Я сказать, что я там хороший, я не. Я всегда всем говорю, что я очень плохой человек. Может быть, даже агрессивный. Может быть, там что-то и правда. А почему такой? Не знаю. Я обычный человек. Кто-то считает меня агрессивным. Ну, вроде нормально общаемся. Ну, так. В том-то и дело, что вот я сейчас с тобой вроде так нормально общаюсь. А потом, когда узнаю, кто ты где-то, знаешь, и все. Бить будешь? Не, я никого не бью. Нет, мне это не надо. Я такой ерундой не занимаюсь. Я там, знаешь, вот это... В детство в баловство не играю. Я вижу, вот светодиодную ленту продавал. Белодорожку. Какие-то кресла. Столы. Подсвечники. Остаток сетки медный какой-то, блядь. Это ты на Авито, да, я так понимаю, зашел? Ну, тоже есть у меня информация. Новый лазерный столок. 400 тысяч. Ай-яй. Ну да, а что, нужен? Не. Да не. А что? Хорошая тема. Он сейчас у меня, правда, в аренде находится. Ну, люди на нем работают. Могу продать. Не, не надо. Гравировка, там, резать что-нибудь. Не, не надо. Не. А то сейчас, глядишь, там, тебе что-нибудь втюхаю. Понятно. Ну, ладно, давай поконкретней. Что ты хочешь, какой там контакт со мной наладить? Ты видишь, что человек, я адекватный. Вроде пока не агрессирую на тебя. Дальше что? Ну, так это неинтересно, я думаю. Может, какую-то реакцию есть. Так ты же сам понимаешь, чтобы на реакцию вывести, ну, человек должен быть неадекватным. Ну, я вроде адекватный. Вроде. Ну, как бы я себе, если да, любой человек о себе думает лучше, чем он есть на самом деле. По факту. Ну, вот, если зайдешь мне на мой канал, то ты увидишь. Сейчас я сам зачитаю тебе. Сейчас, секунду. Так, мой канал в разделе о канале. Пишу, значит, описание. Всем привет. Меня зовут Владимир Мамаев. Предлагаю вам подписаться на канал, который будет интересен не только любителям провокации, но и тем, кто интересуется законодательством страны. Несмотря на провокационное, иногда даже хамское поведение, в скобочках по ситуации, в ответ на поведение ментов, работников магазина, охранников и т.д, я всегда действую в рамках правового поля, что не скажешь о моих оппонентах. Ваши комментарии будут интересны. Это типа такой ютюбер-транкер получается. Ну, я сам людей провоцирую. Провокация – это вид психологической манипуляции, осуществляемой в интересах провокатора с целью побуждения кого-либо к определенным действиям, влекущим для действующих лиц негативные последствия. Ну, ты понимаешь, да, с кем ты сейчас разговариваешь? Ну, примерно уже, да, какая-то картина складывается. А зачем оно тебе, типа, вот эта вся история монетизируется, то есть ты хорошо зарабатываешь? Ну, ты же знаешь, в связи с последними событиями в стране, да, монетизация отключена. А тогда смысл какой? Смысл в том, что не бывает ничего вечного, да, рано или поздно она вернется. И у меня, моему каналу полгода, вот за полгода у меня 23 тысяч подписчиков на канале. Ну, надеюсь, скажем так, к моменту подключения, монетизации, ну, там, тысяча-то у меня будет подписчиков. Может быть и больше, там поживем и видим. Понимаешь, да? Ну, да. Ну, соответственно, как ты понял из моего описания, я человек юридически грамотный, поэтому я свой канал могу использовать не только как монетизация через YouTube рекламу, да, когда размещают, а для того, чтобы рекламировать свои услуги юридически, например. Если ты внимательно поизучаешь мои видео, ты заметишь, что я частично рекламирую себя на этом канале. Поэтому, если вдруг возникнет какая-то потребность в оказании юридических услуг, я могу тебе дистанционно ее оказать. Ну, естественно, за деньги, за деньги. Ну, смотри, если у меня шимананута, а у меня там вес на кармане, ну, граммов 5, допустим. Вот сколько будет выбраться мне из этой ситуации с твоей помощью? Ну, смотри, то, что касается уголовных дел, я могу тебе просто, скажем так, отдать консультацию как совет, потому что, чтобы вести дела в суде, я должен иметь статус адвоката. У меня нету статуса адвоката. Понимаешь, да? Поэтому защитником по уголовным делам может быть только адвокат. Я могу тебе оказать какое-то содействие по гражданским делам. То, что касается, если там тебя шиманут, ну, тут нужно смотреть конкретные обстоятельства. Какие есть доказательства и так далее. Тут одним словом не скажешь. В любом случае, я тебе могу советовать только один момент, который я всем советую. И в 99,999, ну, там, до бесконечности случаях, люди не умеют этой статьей пользоваться. Называется 51-я статья Конституции. Уметь просто молчать. А? Что гласит? А что имеешь право не давать показания против себя и близких родственников. То есть, вот есть такая поговорка, молчание это золото. Вот всех бомбит. Я не встречал ни одного человека, вот послушай меня, ни одного человека, который умеет молчать. Любого можно развести, и он начнет такую чушь говорить, и в итоге сам себя посадит. Поэтому я тебе вот единственный совет могу сказать, что если вдруг там тебя с чем-то поймали, как ты сказал, да, тупо молчать. Я тебе это просто говорю на будущее, мало ли там пригодится. Но я знаю, что ты не сможешь этого. Потому что, ну, там, сотрудники полиции, они тоже не дураки. Они знают, как размотать человека, как вывести его на разговор и тому подобное. Я говорю, я за свою жизнь не встречал ни одного человека, который умеет молчать. Ну да, мне в детстве так говорили. Не умеешь срать, не мучай жопу ебать. Все не помолкивай. Ну все правильно. Вот это единственный тебе могу совет. И этот совет стоит очень больших денег. Просто не каждый его может услышать и понять, воспринять. Я тебе так скажу, что, к сожалению, не в правде сила. Да, вот есть такая поговорка, что типа в правде сила. Не всегда так происходит. Особенно в наше время. Силен не тот, кто прав. Так а в чем, получается, сила-то? Сила в знаниях, в силах хитрости, в умении. Человек, когда в суде что-то доказывает, он может доказать то, чего не есть на самом деле. Можешь наблюдать, что людей сажают ни за что и тому подобное. Смотришь YouTube? Да. Ну и какие выводы вообще делаешь на эту жизнь, на перспективу? Это разные. Мне интересно, вот так вот, звонить людям, общаться с ними, знакомиться, принимать какие-то мотивы, может, на место их ставить себя. Я вот поэтому и набрал. Ну ты целенаправленно мне звонил или так, случайно? Целенаправленно. Целенаправленно. То есть ты не папе звонил, правильно? Ты звонил именно ко мне. То есть ты знал, как меня зовут, правильно? Получается так. Ну ты в любом случае, когда звонил, ты же хотел, помимо просто пообщаться, может быть, что-то конкретное узнать? Или просто тебе интересно, что я из себя представляю? Ну да. Ну то есть ты обо мне знал, правильно? То есть знал ты обо мне как? Через YouTube-канал, правильно? Да. Всем поселком смотрим. Всем поселком смотрим, да. Ну и в любом случае у тебя же какие-то вопросы должны возникать, правильно? Я вот тут, допустим, иногда стрим провожу. Там спрашиваю, типа, если есть какие-нибудь вопросы, задавайте, я вам отвечу. Вот сейчас получается стрим по телефону. Какой вопрос тебя интересует? Спроси. Когда дрочишь, что бормочишь? Слушай, а ничего не бормочу, ничего не бормочу, как бы, нет в этом необходимости, я не знаю, может быть, кто-то это и делает, но мне кажется, это делает тот, кто, ну, немножечко умственно отсталый или там тому подобное. А ты как делаешь? Бормочешь? По ситуации. А, бормочешь, да? Ну, блин. А что, у тебя бывают разные ситуации, когда ты дрочишь? Ну, вот минут пять назад. Что, дрочил, что ли? Да. Ну, я как бы сразу тебе сказал, что что-то ты как-то себя неадекватно ведешь там. Ну, что, получилось-то хоть, не? Да. Спасибо. Спасибо? Ну, ладно, ну, если что, звони. Если сам не можешь как-то. Или, может, тебе сайты посоветовать? Давай. Где можно это сделать более комфортно. Как-то на телефон, но это, мне кажется, не совсем есть правильно. Какие сайты? Много сайтов. Так и введи там, что там, тебе порно интересует? Введи, тебе даст много чего. Их много, я думаю, что ты особо не будешь напрягаться в поиске. Или тебя не возбуждает, скажем так, вид женского тела? Да нет, конечно. Нет? А что тебя возбуждает? А чипсов пачка. Слушай, ну, блин, странно, конечно, чипсов пачка. Такая, знаешь, с малосольными огурчиками. Вот этот вкус вообще бомба. Слушай, я сейчас тоже захочу чипсов и огурчиков. Ты прекращай это дело. Ну, я как бы их есть буду, и там они дрочить. Это так я тебе сразу говорю. Фу, кто их ест, блядь. Понятно. Она здесь невкусная. Ну, не знаю, не знаю. Какой вопрос тебя еще интересует, кроме дрочки? Да на этом все, вопросы кончились. Что-то как-то ты не подготовился. Давай сделаем так. Ты в следующий раз напиши список вопросов, да? И прям по пунктам будешь задавать. Вопрос номер один. Задал, и я, так сказать, тебе чик-чик-чик ответил. Хорошо? Давай. А вы там уже всем поселкам потом будете слушать мои ответы. Так они на фоне сидят, подсказывают. А, на фоне сидят. Ну, так что, выкладывать нашу свою беседу в YouTube или не стоит? Как хочешь. А ты как хочешь. Да похуй. Ну, и правильно, мне тоже. Слушай, вот я бы выложил на самом деле что-то неинтересно. Ты как-то, ну, тухлый разговор у тебя. А что надо сделать, чтобы я попал в ролик? Надо, типа, по новой позвонить и как-то прям контента ебануть? Ну, не молчать. Ты как-то себя, ну, я тебя уже и так, и так вытягиваю в разговоре. Не знаю, там, что-то пукнешь, там, вот что-то, вот, продрочку что-то начал, там, ну. Слабенько, слабенько, нету твоего вот этого задора какого-то, там. Там, наезд какой-то должен быть, там, подстебнуть, там, еще как-то, ну. Посмотри, я не знаю, там, других товарищей, которые троллят по телефону. Ну, видишь, вот, я перестал разговаривать, и ты молчишь. Ну, как-то не так должен диалог строиться. А как? Ну, ты должен говорить там что-то. Ну, давай, я немножко помолчу, а ты, ну, начинай что-нибудь, беседу как-то, веди там, не знаю, провоцируй меня на что-то. Да не, я курить пошел, я заебался. Понятно, еще раз переернул, что ли? Да хватит пока, на сегодня. Ну, готовься, готовься, тренируйся. Ну, ладно, все, давай, до завтра. Давай, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok